Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Значит, так. Около года назад я познакомился с парнем, который был в отношении. Встречал с ним. Как говорится, были бабочки в животе. Затем он сделал выбор и женился на другой. Эльвира, смотрите. Что здесь, по сути, происходит? По сути, происходит то, что вы начинаете встречаться с другим мужчиной, который находился в отношениях на тот момент. Обрекли себя. Вы обрекли себя, сами себя обрекли. На бесперспективную связь. На бесперспективную связь, собственно говоря, с мужчиной. И весь вопрос заключается в том, что бабочки бабочками. Безусловно. Безусловно. Ну вот, хочется вас спросить. Бабочки это, по идее, влюблённость. Ну вот. То есть, это вот именно история, ну, история любви. Да? Получается. То есть, если, если я испытываю, значит, если я испытываю влюблённость, значит, я, ну, по сути, вот влюбился, да, в человека, я начинаю испытывать к нему какие-то чувства. Хорошо. 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 Если так. Но что это за чувства? Что это за чувства, к примеру, у вас? Какое, к примеру, у вас есть чувство к нему? Что оно из себя, например, это чувство представляет? Как оно выглядит? Как оно ощущается? Хотите ли вы для человека что-то? в отношениях находясь? Или вам хочется чего-то другого, к примеру? То есть, мне кажется, что это очень важный момент, очень важная история для того, чтобы понять природу ваших чувств к мужчине. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы, допустим, его не любите, мужчину, я имею ввиду. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы не любите мужчину. Я не знаю, просто. Я не знаю, что вы чувствуете к мужчине. Может быть, вы любите его, может быть, нет. Но природу ваших чувств нужно, как минимум, поисследовать. Просто потому что. Дальше. Значит, с точки зрения психологии, если вы выбираете себе в партнеры такого человека, который, ну вот, находится, условно говоря, не с вами в отношениях, да, то подсознательно получается, что вы избегаете серьезных отношений. Страх перед браком, например. Боитесь брака, например. И подобного рода ощущения могут иметь свои корни как из детства, так и, например, из вашего неудачного опыта, который вы могли получить. И здесь уже важно исследовать именно данный аспект ситуации. Наравне, наравне с тем, как вы воспринимаете мужчину. Наравне с тем, что он для вас значит. Я имею в виду мужчину. Это очень важная часть. Это очень важная история. Это очень важный момент. И он напрямую влияет на то, что вы, к примеру, делаете сейчас. Дальше. Так, со мной, ну, так, он женился на другой, но со мной общение прекращать не хочет. Пишите вы. Вот, казалось бы, да, казалось бы. Мужчина поступает определенным образом. Да? Вот. И не хочет прерывать общение с вами. Ну, это его, конечно, право. Это его право с вами не вступать в отношения. Это его право хотеть продолжать с вами взаимодействовать даже после того, как он женился. Но вы, сами вы, какую позицию занимаетесь по данному вопросу? Почему вы позволяете, к примеру, мужчине общаться с вами, если вы видите, что он женился? Ведь вы говорите, что он не хочет со мной общаться. Но говоря о том, что он не хочет с вами общаться, вы таким образом перекладываете ответственность на него в этой ситуации. Типа, это ты виноват, что со мной общаешься, а я здесь ни при чем. Но ведь и вы тоже с ним общаетесь. Вы тоже с ним по сути взаимодействуете. И вы тоже, например, вносите некий вклад в ваше общение. И возникает вопрос в таком случае. А какой вы вносите вклад в общение? Почему вы общаетесь с человеком, если вам, например, некомфортно? Если вам, например, не нравится, если вы, например, считаете такое общение для себя деструктивным. Защищаете ли вы себя, свои личные границы, например, или нет? Или ждете, что их будет защищать кто-то другой? Но не вы. Дальше. Я от этого только мучаюсь. Живу прошлым, вспоминаю, что было хорошо и пытаюсь сменять эти отношения. Эльвира, я здесь могу сказать только то, что тот факт, что вы пытаетесь вернуть отношения, тот факт, что вы живете прочным, может говорить только о том, что на данный момент для вас нет откровенно ничего, что было бы, что могло бы быть вам интересно. То есть вам самой для себя мало что интересно, по-видимому. Я не берусь утверждать это наверняка, я не берусь утверждать это на 100%, со 100% уверенностью. Но мне кажется, что как минимум, подумать о том, что это возможно стоит. Потому что если я прав, то это одна из самых важных ваших проблем. Если я прав, то это одна из ключевых ваших проблем. Вот. Дальше. Чем дальше я общаюсь с ним, тем хуже морально мне. Из-за чего? Я не смотрю на других парней, боюсь приехать в другой город, так как прекращу с ним общаться. Хотя я понимаю, что он женат не на мне и со мной не будет. Я не понимаю, зачем он поддерживает со мной общение. Своими мысленными воспоминаниями загоняет себя в угол. Скажите, а для чего вы, вот именно вы для чего общаетесь с ним? То есть, ну вот он общается с вами, допустим, там по ряду причин. У него есть, допустим, свои мотивы, к примеру. А вы? Зачем вы с ним общаетесь? Ведь очевидно, что здесь вы пытаетесь думать о нем. Вы пытаетесь думать как бы за него. Но при этом вы снимаете ответственность с себя в этой ситуации. Потому что, когда вы думаете о нем, вы не думаете о себе. Ну и, соответственно, наоборот, получается, наоборот тоже работает. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, тут вот вопрос именно такого плана к вам. Да, это очень похоже на любовную зависимость. То, что вы описываете. У любовной зависимости практически, ну, практически всегда есть свои основания. В частности, это страх одиночества, низкая самооценка, вот, и прочие возможные проблемы. Вот. Но ключевой момент заключается, конечно, в том, что вы пытаетесь именно вот понять человека, пытаетесь вы понять человека, а не себя. От себя вы понимаете такое впечатление, что не хотите, не хотите понимать себя. Хотя это, в общем-то, очень важно понять именно себя. понять, что же, что же, что же, что же я чувствую. Почему же я в этой ситуации, условно говоря, оказался. И совершенно очевидно, что живя в прошлом, вы подтверждаете только то, что настоящее вам не интересно. Настоящее вам, ну, вас не привлекает. Настоящее. Вот. И, на мой взгляд, нужно спросить себя, а как же так? Почему отношения с мужчиной для вас настолько важны? Чем они для вас настолько важны? Мне кажется, что в этом направлении вы можете двигаться. Вполне. Вполне можете двигаться. Если, конечно, вам это будет интересно, и если вы захотите с этим разобраться. Вот. Потому что, ну, кто знает, может быть, вам это не настолько интересно, чтобы... Ну, чтобы с этим работать. Допустим. Вот. Но суть, в любом случае, такая. Вот. Любовная зависимость, если это действительно она, если это действительно любовная зависимость, то всегда у любовной зависимости есть причины, всегда у любовной зависимости есть основания. Вот. И мне кажется, что работа с этим, да, вот работа с этим аспектом, вот с аспектом зависимости, зависимости с аспектом желаний, ваших, ваших, ваших желаний и ваших потребностей является необходимым. И именно вот в этом направлении нужно двигаться вам, чтобы решить свою проблему текущего состояния вашего. Вот. А на мой взгляд, на мой взгляд, такая ситуация вполне возможно. Вот. От любовной зависимости, как бы, избавиться можно, если проработать те аспекты, которые вас привели к ней. Вот. Если поисследовать, если посмотреть, что конкретно с вами, ну, происходило, да. Вот. Вот. И разобравшись с этим, уже можно будет о чем-то говорить и можно будет вам что-то рекомендовать. Дальше. Вот. Так. Что делать? Что бы что? Как избавиться от всего этого? Раскрыть ваши желания. Как бы это вот не звучало, да. Но раскрыть, раскрыть именно ваши желания, раскрыть именно ваши потребности, раскрыть именно то, чего вы хотите, то, чего вам не хватает. Вот. И, соответственно, уже дальше будет видно. То есть, вам, например, например, вот, по моему опыту работы, вот, как я это вижу, как я имел дело с любовной зависимостью, что в основе лежат совсем, совсем другие истории, не связанные никак, абсолютно не связанные никак с, вот, ну, с причиной, да, с причиной этой ситуации, вот. И, собственно, всё. Так что, именно избавляться от этого, всего, от всего этого, я бы вам, наверное, не рекомендовал бы, даже. Вот. А, потому что, ну, ничего, ничего хорошего из этого не выйдет, ведь вы, вы это вы, и, и, как бы, вот, то, что вы делаете, например, сейчас, это таким образом, таким способом, как умеете, по сути, реализуете свои желания. Это не хорошо и неплохо. Ваши желания, они есть, они достойны того, чтобы их реализовать, просто нужно посмотреть, что на самом деле вы хотите. То есть, как и любая зависимость, это всегда практически именно про определенные обстоятельности, про страхи, про внутренние противоречия и так далее. Вот. К сожалению, это нормально. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Вы говорите, что вы запутались. Если вы запутались, значит, у вас есть в некоторой степени конфликт, противоречия. Вот. Давайте попробуем поисследовать, поисследовать эти противоречия. Вот. И тогда уже будет видно, что можно для вас сделать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.